Носогубные складки, чуть-чуть подбородочек и немножко губы. Согласны? Да, посмотрим, как у вас получится. Посмотрим. Посмотрим, как у нас получится. Хорошо, поехали. Смотрите, значит, что нам нужно в обязательном порядке. Мы об этом уже говорили. Первое, что, как правило, не видят сами пациенты, но видят окружающие, видим самое главное мы и обращаем внимание. Это, конечно, кисетные морщины губ. Вот так вот сделайте. Вот они. Эти морщинки тут, немножечко тут. Они в разговоре как раз нам очень сильно мешают. Поэтому эти морщины нам нужно убирать в обязательном порядке. Сейчас мы инициируем Artfiller Lips, убираем кисетные морщины, которые видны практически только в мимике, то есть их в покое почти не видно вообще. Поэтому мы пациентку постоянно просим использовать данную мимику для того, чтобы у нас появились еще раз так же губки. Угу, отпускайте. Для того, чтобы мы увидели эти морщины и для того, чтобы сейчас мы их полностью могли убрать. Еще раз так же. Отпускайте. Для того, чтобы потом в разговоре, в мимике или без мимики, что еще хуже, эти морщины не появлялись. Поэтому мы очень аккуратно, ювелирно, еще раз так же, отпускайте, ювелирно, в первом, самом первом варианте, в самом начале, да, мы именно убираем, заполняем пустоты. Пустоты верхней и нижней губы, потому что при напряжении у нас, соответственно, в этих местах появляются так называемые кисетные морщины, которые больше всего на лице нам дают как раз возраст. Поэтому, как сказал предыдущий пациент, убрали морщины верхней губы сразу минус 5 лет. Еще раз повторю, что данная методика не меняет форму губ, не меняет объем губ. Мы только избавляемся от кисетных морщин. Иногда уходит 0,1 мл препарата, то есть 1,1 шприца. Иногда уходит треть, иногда половина, редко больше. Поэтому мы самое главное избавляемся от пустот. Еще раз так же губки отпускайте. Вот, все. Нижнюю губу мы сейчас сделаем, и все. Еще раз так же. Пускайте. Вот можно будет посмотреть, как изменилось восприятие без этих морщин. Ну и вот мы подняли еще правый уголок рта. Секундочку присядьте. Делайте губки так вот. Ну вот видите, все. Практически морщин верхней губы нет. Это хорошо. И правый уголочек там мы уже подняли, а левый, соответственно, еще не подняли. Давайте я вам покажу, как это получилось. А вы скажете, как вам по ощущениям. Видите, вот этот мы уже подняли уголок, этот еще нет. И верхних морщин. Сделайте так еще губки. Видите, их уже практически нет вообще. Ну как? Лучше? Отлично. Еще раз так же сделайте. Ага, отпускайте. Вот они у нас, эти вот морщины, которые нам не нравятся. Точечным, микроскопическим количеством. Практически как татуаж делаем. И точно так же мы поднимаем уголочек рта. Есть специальные лифтинговые точки. Специальная глубина введения препарата, которая позволяет нам разворачивать губу. Это вот прямо вот происходит на игле. Ну, все, оставшись с препаратом, мы введем верхнюю и нижнюю губу, для того, чтобы немножечко ее увлажнить. Ложимся. Можем немножко еще подчеркнуть арки, дуги, для того, чтобы это было более выразительно. И немножечко еще пройтись по пустотам нижней губы. Вот и все. Первый препарат мы уже полностью инициировали. Вот у нас. Так, теперь нам нужно немножко скулы. Немножко область подбородка. Ну и, наверное, практически что? Все. Мы берем третий препарат, как и говорили. Артфиллер Волюм. Вот. И тут все у нас достаточно быстро, просто. Ну и потом останется ввести только диспорт и отпустить вас гулять. Потому что три часа не рекомендовано ложиться. Есть специальные точки, как я говорил, для ведения препарата. Мы его делаем над надкоснично. Это практически не больно. Вот таким вот образом. Раз, два. Ага. И вот личико меняется очень, видимо, сразу. Чем хороши эти препараты все, особенно Волюм в данном нашем случае, что он не только меняет конфигурацию лица, восстанавливая формы, а еще и в том, что он ревитализирует личико. То есть препарат, постепенно пропитывая все лицо, делает его более увлажненным. И это, слава богу, хороший пролонгированный эффект. То есть не на один, два месяца, а на полугода, год. Все, что касается изменения форм, объемов, то, что мы могли увидеть бы сразу, мы получили красивые губы, красивые скулы, красивый носик, красивый личико. Круговая мышца глаза. 50 единиц. Нахмурьтесь, пожалуйста. Нахмурьтесь, еще посильнее, посильнее, посильнее. Межбровье. Кругатор процерус. 40. И лобик поднимите наверх. Наверх, 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 сюда. Тут расслабьте, расслабьте тут. Ага, еще выше, 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 ага. И лобик 30. Все, бежите, отдыхайте. Здесь у нас три укола. Здесь чуть побольше. И мы поднимаемся достаточно высоко, чтобы мы ни в коем случае не рисковали тем, что у нас могут опуститься брови. Ну, смотрите, как вам? Понятное дело, что сейчас немножечко все красненькое. Ну, на мой взгляд, все очень хорошо. Вот этот очок через 2-3 дня. Как правило, 2-3 дня. Да, не более. И тогда даже бывает к вечеру уже намного лучше. Спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»